Итоговый отчет об Астана Экспо-2017 будет представлен сегодня в Международном бюро выставок в Париже. И сейчас с нами на прямой связи из Парижа наш европейский СОПКОР Жанат Эрнст. Здравствуйте, Жанат, вам слово. Да, Альфия, еще раз здравствуйте. Комиссар Экспо Рапиль Жашибаев только что выступил с финальным отчетом на очередном заседании Международного бюро выставок. Там он рассказал о проведении нашей Астана Экспо-2017, о количестве посетителей и участников, об экономическом эффекте Экспо и, конечно же, о культурно-развлекательных мероприятиях, которые прошли в Астане за эти три месяца. Напомню, изначально в регистрационном досье нашей выставки планировалось участие всего 100 участников и 10 международных организаций. Нам удалось побеседовать с Рапилем Жашибаевым сразу же после его выступления на заседании. И давайте послушаем, что он нам сказал. Мы отчитывались по всем показателям и требованиям МБФ и получили высокую оценку Международного бюро выставки. Руководство МБФ дало высокую оценку выставки Экспо-2017 и подтвердило, что она будет показателем для специализированных выставок в будущем. Сегодня также рассматривались вопросы о проведении будущих выставок Экспо в Пекине в 2019 году и, конечно же, в 2020 году подготовка к проведению выставки в Дубае 2020. Мы готовимся также через месяц выступить на Генеральной Ассамблее и также с отчетом о проведенной выставке Экспо-2017. Впечатляющая оценка. Кто примет эстафету у Астаны? Да, Альфия, члены исполкома Бюро выставок, заслушали сегодня отчеты других стран о подготовке выставок Пекин в 2019 и в Дубае 2020 года, а также рассмотрели досье кандидатур на проведение выставки Экспо-2022. А страна, которая и проведет эту следующую специализированную выставку, станет известна в ходе голосования в ноябре на Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок. И сегодня же Рапиль Жошибаев встретился с генеральным секретарем МБВ Винсентом Осерталисом. По словам главы бюро, успех Экспо-2017 послужит примером для проведения всех последующих специализированных выставок в будущем. Он поздравил нашу страну с успешным проведением Экспо-2017 и поблагодарил президента нашей страны Нурсултана Назарбаева за, цитирую, его персональное внимание и постоянную поддержку в проведении выставки. Альфия, это вся информация на данную минуту. Спасибо, Жанат. На прямой связи со студией был наш собственный корреспондент Жанат Эрнст. Она рассказала о итоговом отчете по Астана Экспо-2017, который был представлен сегодня в Международном бюро выставок в Париже.